Всем привет! Рад вас видеть у себя на канале. Меня зовут Евгений. Что ж, в этом видео я хотел бы вам рассказать обо всех плюсах и минусах кабриолетов. В целом, как класса автомобилей, так и конкретно касаемо вот этого вот экземпляра. Это мой автомобиль Opel Astra Twin Top. Я им владею примерно три года и за это время, в принципе, накопился какой-никакой опыт, которым я хотел бы с вами поделиться. Все плюсы и минусы мы разделим на общие и второстепенные. Общие будут относиться ко всем автомобилям без крыши, а второстепенные конкретно вот к этому вот автомобилю Opel Astra, напоминаю. Также в конце расскажу о некоторых особенностях эксплуатации кабриолета в России. Ну и, наверное, можно начинать, я думаю. Погнали! И первым, наверное, самым очевидным и большим плюсом кабриолета является, конечно же, его яркий внешний вид, который, безусловно, привлекает внимание людей. В принципе, это может быть как плюс, так и минус. Если вы боитесь излишнего внимания, то, наверное, такая машина вам все-таки не подойдет, потому что в процессе езды на ней все на вас будут обращать внимание. И от этого как бы никуда не деться. Поэтому будьте внимательны, когда выбираете себе автомобиль. Если собираетесь покупать кабрио, то будьте готовы к излишнему вниманию на дороге. Также к этому плюсу можно отнести то, что машина выглядит дороже своей стоимости. Например, вот этот вот экземпляр стоит 450 тысяч рублей. Ну, точнее, стоил. Я его покупал за 450 тысяч. Но с виду, конечно, не скажешь, что он стоит таких денег. Я бы дал, наверное, 1800. Вот так вот, если на вскидку. Просто. Что стоит 450 тысяч рублей на данный момент, я думаю, вы знаете сами. Это примерно убитая Лада Гранта или что они там делают. Я даже, в принципе, не знаю, какие модели сейчас Лада выпускает. Но что-то наподобие того. А здесь за 450 тысяч вы получаете вполне неплохой автомобиль. Без крыши. С очень ярким внешним видом. И, в принципе, в хорошем состоянии. Вот я его покупал. У меня ни одной здесь ржавчинки. Ничего нет на кузове. Вторым большим тоже плюсом я бы отметил ощущение от езды. На самом деле это невероятное ощущение. Что-то схожее с ощущениями поездки на мотоцикле, но несколько иные. Потому что все-таки здесь вы сидите за рулем, можете расслабиться. И вообще, в целом, поездка на мотоцикле отличается тем, что на мотоцикле вы всегда в напряжении находитесь. Вам нужно следить за дорогой, а здесь вы можете максимально расслабиться, откинуться на сиденье и наслаждаться окружающими пейзажами. Плюс ко всему, всегда ветер обдувает ваше лицо и также доставляет приятные ощущения от поездки. Следующий плюс – это хорошая обзорность на 360 градусов. Разумеется, здесь все логично, у вас кроме лобового стекла ничего нет, поэтому обзорность максимальная. Хороший плюс для тех, кто не любит сдавать назад и боится куда-нибудь врезаться. С таким обзором вы точно не врежетесь ни в какой столб, я думаю. Еще один немаловажный плюс – это возможность запрыгнуть в машину, как в игре GTA с главным героем Томми Версетти. Вы можете просто, не открывая двери, запрыгнуть эффектно в машину и уехать. Я уже несколько раз так делал. Единственная проблема, что если у вас грязные кроссовки, то можно испачкать весь салон довольно-таки жестко. Немаловажный плюс – это хорошая управляемость. Да, кабриолеты несколько тяжелее, чем обычные машины. Здесь идет развесовка, главным образом на дне автомобиля, поэтому она более хорошо себя ведет на больших скоростях. И здесь более острое рулевое управление. То есть машина не плавает, не гуляет за счет большой массы и за счет расположения центра тяжести. Максимально низко к земле. То есть это тоже плюс такой, если вы любите погонять, то кабриолет будет отличным выбором на самом деле. Ну и последний плюс, который бы я отметил, общий. Общий для всех автомобилей без крыши – это возможность дополнительного заработка. Имея такой автомобиль, вы можете сдавать его, например, в аренду или катать людей на свадьбах. Очень, кстати, востребованная функция. Так, на улице уже немного вечереет. Нужно успеть записать видео. Поэтому давайте переходить уже, наверное, к плюсам дополнительным, которые относятся уже непосредственно к данному автомобилю Opel Astra Twin Top. Первый плюс, который бы я отметил, это жесткая крыша, которая здесь установлена, жесткий верх. Жесткий верх намного лучше держит тепло зимой. То есть если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль круглый год, то это будет немаловажным, потому что с мягким верхом у вас будет постоянно работать печка. То есть тепло будет просачиваться. С жесткой крышей таких проблем у вас явно не будет. Плюс она менее подвержена различным повреждениям, в отличие от мягкой. То есть, например, поцарапали вам крышу, кто-то поцарапал, ну что ж, замажете как-нибудь эту царапинку и все, на металле. А если это будет ткань, то она, вероятно, разорвется. И ее замена будет стоить очень дорого. Не будете же вы, в конце концов, заплатки на нее лепить. Поэтому имейте это в виду. Также мягкий верх, он в принципе быстрее изнашивается и требует постоянного обслуживания. То есть я знаю, что люди, у которых автомобиль с мягким верхом, они постоянно перед зимой ездят в сервис на специальную пропитку, где ткань крыши пропитывают каким-то специальным составом, чтобы она не промокала. И это, соответственно, тоже стоит денег. С жесткой крышей таких проблем нет. То есть просто крыша обычная, как у купе. То есть и машина, соответственно, выглядит, как обычное купе. Следующий плюс – это довольно-таки неплохой ЛКП. Наверное, это относится ко всем автомобилям Opel Astra. Ну, в конкретном случае у нас Astra Twin Top. И здесь лакокрасочное покрытие просто не вызывает никаких вопросов. 2008 год. Вообще никаких следов ржавчины, ничего подобного нет. Сколько я не смотрел, ничего не смог обнаружить. То есть даже за три года владения никаких очагов абсолютно не появилось. В отличие от Lada, моей второй машины, она просто сгнила за несколько лет. Так что вот такой вот тоже плюс. Также у данного автомобиля довольно-таки немаленький багажник. Здесь я не знаю, сколько литров точно. Но помещается, я вам скажу, абсолютно все, что можно положить в обычный автомобиль. Я когда ехал из Геленджика сюда, в Саратовскую область, мне нужно было перевезти с собой четыре баллона зимней резины. Так вот, два из них без проблем поместились в багажник, плюс кое-какие вещи. Ну, разумеется, крышу вы уже не сложите, если забьете багажник. Но, тем не менее, перевезти какой-то став, какие-то вещи вполне реально. Также немаловажным плюсом является цена данного автомобиля. Цена автомобиля и, соответственно, запчастей. Как я уже говорил, я его покупал за 450 тысяч рублей. Сейчас он стал чуть-чуть дороже. Но на самом деле 450 тысяч рублей, вы понимаете, да, это цена бывшей приоры, например, да. То есть запчасти здесь абсолютно идентичные с обычным Opel Astra H. Они взаимозаменяемые. У нас множество разборок. Есть авито, есть каталоги. То есть найти запчасти абсолютно нет никаких проблем. И в целом устройство автомобиля не такое сложное. То есть починить его можно, в принципе, при желании даже дома, имея соответствующий инструмент. И последний, но не самый маловажный плюс, это то, что у данной модели Opel Astra Twin Top есть очень большое комьюнити в WhatsApp. Это специальная конфа, где сидят люди из России, стран СНГ, из Европы, общаются. То есть в этой конференции решаются вопросы как по ремонту, так по тюнингу, так и различные другие вопросы. То есть там, если у вас что-то сломалось, вы можете просто написать в эту конференцию, что у вас какие-то проблемы. И вам непременно ответят, подскажут, что делать. Например, когда у меня были проблемы с крышей, в том году я с помощью этой группы решил эту проблему сам. Починил крышу за 300 рублей, из которых там 100 рублей я потратил на Coca-Cola. То есть для сравнения, если бы я поехал в сервис в Москву, во-первых, бы я на дорогу или на эвакуатор даже потратил 1020. Во-вторых, за ремонт с меня бы взяли еще 1050. Поэтому это тоже немаловажно, иметь какую-то поддержку среди людей, владельцев подобных моделей автомобиля. Потому что есть некоторые очень, на самом деле, редкие машины. Вот это вот Astra, это, я бы сказал, распространенный автомобиль. А есть намного более редкие машины, где если что-то сломается, то получить какую-то поддержку практически нереально. То есть нужно будет искать уже специализированные сервисы, которых на самом деле в России не очень-то и много. Ну что ж, друзья, я знаю, что вы все очень ждали этого момента. Сейчас мы будем переходить к минусам кабриолетов. Возможно, зачитая несколько из них, я у вас напрочь отобью желание к покупке, если вы уже настроились. Но не относитесь к этому слишком серьезно. Просто примите как должное. Погнали! Минусы кабриолетов. Самый большой жирный минус кабриолетов, это их кузовные детали, которые практически нереально найти на самом деле на российском БУ рынке. Также механизм крыши. Он на самом деле очень сложный. То есть выглядит все у нас так вот хорошо, красиво. Но если посмотреть повнимательнее, как это все работает, то там абсолютное множество различных деталей, запасных частей, которые в России купить нереально. В принципе, есть у нас ebay, но ebay не работает после февральских событий. Как вы знаете, никакие карты российские там также не работают, оплата не проходит. Поэтому либо вы едете за запчастями в другую страну, ну, либо, наверное, катаетесь с заклинившей крышей или с открытой крышей или с закрытой крышей. Не знаю, в каком состоянии оно у вас остановится. Так, немножечко стемнело, поэтому пришлось подойти и поменять экспозицию. Вот. Переходим к следующему минусу. Это повышенный расход топлива. Здесь, в принципе, все логично. Автомобиль имеет массу выше, чем у аналогичных моделей седанов и хэтчбеков. Поэтому будьте готовы, что на литр или на два расход будет все-таки выше. Например, если брать конкретно этот автомобиль, у меня в смешанном цикле получается 12 литров где-то на 100 км. Соответственно, по трассе это будет чуть меньше, по городу чуть больше. Ну, а если вы будете ехать в гору, то готовьтесь увидеть цифры в 40-50 литров на 100 километров. То есть, вот такая вот ситуация. В принципе, если катаетесь только по выходным с кайфом для себя, то это не такой уж и большой минус. То есть, расход топлива, ну, пофигу какой там, что 10 литров, что 20. То есть, ну, сколько вы потратите там за поездку. Поэтому, ну, такой все-таки небольшой, но минус. Далее. Следующий довольно-таки весомый минус – это очень быстрое загрязнение салона. На самом деле, активно покатаетесь 3 часа где-нибудь за городом и уже увидите такой вот слой пыли у себя в салоне на сиденьях и на панели. То есть, имейте в виду, что с собой лучше возить какую-нибудь небольшую тряпочку, чтобы иметь возможность оперативненько это все протирать, салон, протирать салон, чтобы не дышать, соответственно, пылью, которая у вас будет оседать с атмосферы. Ну и последний, как бы, минус, который подходит для всех типов открытых автомобилей, кабриолетов, родстеров и так далее – это то, что безопасность на этих машинах без крыши, она будет несколько ниже, чем на аналогичных моделях, например, на тех же хэтчбеках, седанах или купешках. Почему? Потому что все-таки кузов у вас открыт, больше шанс, что что-то прилетит именно со стороны крыши или сбоку, или сзади. Да, то есть, если вы попадаете в аварию, то все-таки, думаю, шанс получить какие-то повреждения будет выше. Ну а теперь давайте перейдем, наверное, быстренько к минусам, которые бы я отметил для вот этого конкретно автомобиля – Opel Astra Twin Top. Первый минус за три года эксплуатации я выявил – это то, что здесь, на самом деле, очень мало места сзади для пассажиров. То есть, теоретически, там кто-то может сесть, там, ребенок или худая девушка какая-нибудь, две худые девушки, не больше, чем 50 килограмм. Но обычные люди с ростом, там, 180 и весом 70-80 килограмм уже будут чувствовать себя довольно-таки некомфортно. В связи с чем я использую это место просто как небольшой чулан. То есть, у меня там сеточка стоит сверху, ветрозащитная. А вот это пространство я использую просто как склад для каких-то своих вещей. То есть, на самом деле, очень удобно. Следующий недостаток – это то, что в случае поломки крыши, в случае, если автоматически она у вас перестанет складываться, не будет работать с кнопки, вы не сможете сложить ее вручную в одиночку. То есть, возможность сложить ее вручную вообще есть. Есть специальный гайд, как это делается, там, на самом деле, ничего сложного нет. Но там нужно два человека. Почему? Потому что крыша, на самом деле, она очень тяжелая, как элемент кузова. То есть, здесь она на амортизаторах двигается и кажется, что она такая легенькая, но ничего подобного. Она очень много весит. И если вы будете складывать ее в одиночку, то есть, подлезть к ней здесь очень сложно, то есть, это нужно делать либо слева, либо справа, то есть вариант, что вы просто повредите направляющие, на которых она ходит, либо согнете ее, то есть, ее поведет, и тем самым просто уничтожите ее. Поэтому, если вы где-то сломались по дороге, где-то в городе, в чужом, ну, то есть, там, где нет возможности куда-то отбуксировать автомобиль, то я рекомендую, значит, использовать, точнее, возить с собой вот такую вот пленочку. Пленка для теплиц 4 на 5. То есть, просто накрываете машину, в случае чего, там, не знаю, залепляете скотчем, можете по кругу пройтись и оставляете машину. Также, если дождь вот пойдет, например, и крышу у вас отказывает, также неплохой вариант. Накрываете машину вот этой вот пленочкой, пережидаете дождик, потом, когда уже радуга выйдет и солнышко появится, то снимаете эту пленку и, соответственно, значит, думаете, что делать дальше. Вот. Вот такой вот тоже минус имеет место быть. Ну, и совсем незначительные минусы, последние. Первый – это то, что здесь сидения не имеют так называемого теплого шарфа, подогрева шеи, то есть, например, как у Peugeot 308. Там есть такая функция – это когда вы сидите, и вам в шею через специальное отверстие дует теплый воздух, дабы вы не простудились. Ну, и крайний минус этой модели – то, что здесь все-таки не завезли панорамную крышу, как на Renault Megane CC. То есть, я, кстати, рассматривал к покупке его, но потом что-то пошло не так. Кстати, сам Megane, он не очень выглядит, он чем-то похож на этот Opel, но он выглядит стремновато, прям такой настоящий ублюдок. Но то, что там панорамная крыша – это его, наверное, самый большой плюс. Третий раз уже перенастраиваю экспозицию. Надеюсь, успею дописать это видео, прежде чем настанет ночь и появятся уже звезды. Ну, ничего, если что, вспышку включим. Что ж, в конце этого видео давайте перейдем, как я обещал, к особенностям владения кабриолетом в России. Первая особенность – это то, что нельзя оставлять машину открытой ни при каких обстоятельствах. То есть, здесь, поймите, здесь у вас запросто могут что-нибудь украсть из салона, да, то есть кинуть бычок, мусор какой-нибудь, да или просто залезть в машину, посидеть, сфоткаться, потому что никто такой машины не видел в глаза, да. Дети какие-нибудь. То есть, всегда закрывайте крышу, если куда-то уходите. Приехали, припарковались, закрыли крышу. Или где-то в своей территории, там, на работе, я не знаю, около дома. Там, да, вот как, допустим, у меня здесь во дворе стоит открытый, ничего страшного, потому что там я здесь периодически появляюсь и никто здесь не ходит. Вот. Вот такая вот особенность есть. Второе. Всегда помните, что если температура ниже 20 градусов на улице, то вы можете очень быстро простудиться во время катания. То есть, этот эффект просто будет как от кондиционера, на самом деле. Вас постоянно обдувает холодный воздух, вы кайфуете, в итоге через час вы приезжаете домой и начинаете кашлять. То есть, имейте это в виду, что простудиться, на самом деле, очень легко катаясь на тачке без крыши. Поэтому, либо выбирайте соответствующую температуру, либо как-то утепляйтесь, я не знаю, либо закрывайте окна. То есть, вот такой вариант. Ну и последняя особенность, это то, что, имея кабриолет, нужно всегда быть готовым к тому, что у вас сломается крыша. То есть, вы всегда должны быть в тонусе, вы должны знать методы, как сложить крышу вручную, например. То есть, что нужно делать, какой алгоритм действий от вас требуется, чтобы это сделать. А также всегда имейте телефон эвакуатора, который работает 24 на 7. Это тоже вам пригодится, имей кабриолет в России. Ну а на этом я с вами, наверное, прощаюсь. То есть, в принципе, все, что хотел, сказал в этом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии на YouTube. Также размещаю в описании ссылки на свои социальные сети, можете писать мне там. По поводу нашей конфы в WhatsApp тоже можете, в принципе, писать мне. Если у вас автомобиль подобный этому, то я с радостью кину вам инвайт, чтобы вступили в группу и пользовались ей, писали там, общались с людьми. Вот, с вами был Евгений. Всем пока!